всех приветствую хочу поделиться даже не знаю какой игрушкой новым приобретением вот давно рассматривал покупки это изделие но как-то то не до этого было то еще что то то нуждало каких-то обновлений в нем там устранение детских болячек и наверное сейчас это время пришло в общем демонстрируем пневматическую винтовку компактную легкую от компании ган эдуард ее разработал он же занимается производством этих винтовок вот в pcp индустрии он уже не знаю лет 10 может быть больше у него много интересных изделий но вот это изделие она особенно тем что это полуавтоматическая винтовка то есть она не требует перезаряжение ручного затвора для последующего выстрела пока жмем курок она стреляет ну и пока соответственно есть пульки барабанчики барабанчики 8 мест независимо от калибра сейчас я общий вид покажу ее то есть мы начнем отсюда здесь фальш ствол внутри фальш ствола находится у нас модератор вставка вот и 350 ствол отсюда примерно и до барабанчика до сюда 350 это модификация так называемый длинный леший с 350 столом бывает еще 250 его позже покажу дальше соответственно у нас идет непосредственно сама винтовка планка вивер сразу интегрированная под любые прицелы там дневные и ночные есть планка вивер снизу такого пистолетного типа как наверно на блоки штайре вот я прикрепил сюда ручку мне так вроде как удобно вот рукоятки бывают двух типов обычные с фанеры и вот такая вот текстолитовая слоеная рукоятка вот валькирия тюнинговая рекомендую наверно сразу ставить ее по мне она удобней не скользит и у нее есть пенальчик куда можно где лежит инструмент необходимые запасные дюзы соответственно дальше нас винтовка переходит в приклад приклад одновременно является еще и резервуаром для воздуха вот прикладе имеется редуктор редуктор нового образца вот регулировать его можно не разбирая сам приклад то есть можно специальным плечом или плоскогубцами длинногубцами для снятия например этих стопорных колец очень удобно регулировать редуктор по часовой стрелке закручиваем и увеличиваем давление в редукторе откручиваем уменьшаем можно регулировать давление там от 110 атмосфер и там до 260 кому какие задачи соответственно от давления в редукторе будет зависеть скорость полета нашего снаряда после редуктора идет резервуар верхний вот и соответственно нижний резервуар нижний резервуар мы можем менять на увеличенной например колбу верхний резервуар можно удлинить то есть можно добавить 2 сантиметра 4 ну и кому надо может наверное больше изготовить 24 сантиметра они штатно продаются непосредственно производителем их не надо изготавливать можно заказать уже готовый вот и колбу 0 3 литра что увеличит нам количество воздуха и количество выставок одной заправки примерно разного 2 или больше еще не пробовал в общем также на прикладе есть у нас киды отверстие подкидываем тапу вот есть манометр сейчас мы сложим приклад чтобы проще было оперировать вот так легко происходит складывание сложном виде приклад фиксируется ничего не болтается все зафиксировано винтовка у нас сразу стало два раза короче ну вот здесь видим манометр который показывает давление и штуцер для заправки приемник заправлять можно как с этой стороны также можно развернуть и с этой стороны подключать заправочную станцию тоже удобно вот и закрываем чтобы туда не попадал грязь и мусор вот непосредственно у нас сам механизм который отвечает за перезарядку барабан при выстреле у нас барабан проворачивается еще еще происходит все автоматически барабанчик тоже вроде простой но довольно технологичное изделие имеет такую крышечку закрывающуюся на магните сам барабанчик у нас пластиковый пульки уже заряжены закрываем раз все закрылось до этого не было понимать крикет у нее пульки держались на резинке была такая проточка и резиночка которая придерживала пульки но тут резинка торвалась то рассыхалась то пульки как не хотели не уходить и входить туда они как бы закусывали ну то есть было неудобно кто-то менял от резиночки там и пружинки от от сальников от автомобильных в общем было неудобно с вот этой пластины на мой взгляд очень удобно и быстро все засыпал защелкнул и можно пользоваться барабанчик маленький легенький удобный так соответственно общий вид показали перевернем пару нюансов а винтовка мультикалиберная может быть в калибре как четыре с половиной 5 и 5 6 35 7 62 и по-моему даже 9 миллиметров можно собирать вот в россии продаются от четырех с половиной до 6 35 остальное нужно собирать самостоятельно докупив стволик замена стола происходит очень легко откручиваем модератор ослабляем эти болты и стволик у нас вынимается в эту сторону вынимаем один калибр вставляем другой меняем барабанчик под другой калибр и соответственно регулируем редуктор и пользуемся уже с другом калибре также удобно то что винтовка сама по себе является таким конструктором вот то есть очень легко можно отделить приклад то есть можно например иметь приклад с настройки под один калибр под другой калибр или просто запасной приклад то есть один отстреляли закончился воздух подоткнули другой и пользуемся все детали взаимозаменяемые идеальная точность всех деталей то есть ничего не нужно подкать подтачивать подгонять просто покупаем втыкаем и пользуемся вот сейчас для сравнения покажу с 250 стволиком вот леший тоже калибр 635 здесь стволик 250 и видим что у нас практически приклад такой же длины как сам карабин с банкой можно например на два сантиметра удлинить и будет прям вообще один в один идти по компактности я замерял 36 сантиметров получается единственное на мой взгляд недостаток который недоработка или не всем она важно не вынеси важный нюанс то есть вот этот вот у нас размыкатель приклада он при движении получается у нас заходит на вивер если у нас прицел который требует максимального сдвига барабану если сюда поставить например окок у нас не будет открываться приклад то есть сам кронштейн прицела заблокирует механизм открывания приклада от открывания надо будет созвониться с эдуардом подумать что можно сделать или может быть я не в курсе а уже есть какое-то решение либо подтачивать там самостоятельно эту деталь в общем пока единственный недостаток который на мой взгляд для моего использования является недостатком это то что мы имеем планку вивера всю длину но последними там двумя-тремя зубчиками мы пользоваться не можем из-за того что у нас здесь идет размыкательный прикладом то есть например вот этот окок 4 на 32 у него очень короткий а релиф глаз нужно располагать примерно в двух сантиметрах от окуляра и он так и просится что вы сдвинули максимально к барабанчику иначе приходится тянуться даже с этим прикладом не удлиненным держать неудобно потому что не дотягиваешься до окуляра вот у нас собственно вид изделия сложенном виде раскладывается быстро моментально предохранитель двухсторонний обязательно смотрите за техникой безопасности при обращении с оружием тоже ручка у нас уже сразу сейчас покажу пульки которыми стреляет потому что удивление многие с кем не общаюсь первый раз видят такое изделие вообще не подозревали что такое продажи бывает для стрельбы используются такие пульки свинцовые это валанчики у нас бывают еще полнотелые полнотелые заказал еще не пришли эти пульки у нас весом 16 грамм в коробке 350 штук 635 для развлекательной для тренировочной стрельбы получается очень бюджетный вариант по расходу боеприпаса стволы практически не нужно чистить особенно полиагональные стволы как на лишь много образца они почти не загрязняются при этом пачка таких пулек стоит то там от 1000 до двух с половиной тысяч зависимости от места где их покупать и 350 выстрелов за там тысячу 1200 рублей вы приобретаете воздух тоже практически бесплатный там огромный баллон на 7 литров можно заправить пожарки за 400 рублей которого хватит на на 1000 выстрелов такие пульки я думаю по 350 ствол купить 2 граммовые вот эти 16 на мой взгляд хорошо пойдут под 250 ствол а по 350 потяжелее сейчас хочу показать как он приходит в каком виде наш леший 2 тоже калибр 635 тоже там 350 ствол красивые упаковки на обратной стороне упаковки мы можем посмотреть технические характеристики кому интересно можете остановить поставить на паузу и внимательно ознакомиться здесь по всем калибрам четыре с половиной 5 5 и 5 6 35 7 62 сзади 5 миллиметров я не встречал это наверно для каких-то для экспорта наверно так вот такой защищенной коробочки он приходит здесь комплекте инструкция на русском языке и что очень важно здесь сертификат данные изделия сертифицированы как конструктивно сходные пневматическим оружием изделия винтовка пневматические газобаллоны калибра 6 35 с дульной энергией не более 3 джоулей это важный момент потому что по нашему законодательству винтовки которые пневматические винтовки которые идут в калибре больше чем четыре с половиной миллиметра чтобы они продавались без лицензии они должны быть по мощности меньше трех джоулей винтовки которые четыре с половиной миллиметра они могут иметь мощность порядка семи с половиной джоулей тоже продаваться без лицензии но калибр там 5 и 5 6 35 7 62 9 миллиметров и дальше они должны быть обязательно меньше трех джоулей данное изделие сертифицировано именно как пневматическая винтовка пневматические газобаллоны с дульной энергией меньше трех джоулей продаются именно в таком виде не нарушая законодательство нашей страны упаковано без фальш-строва и без банки без модератора потому что здесь не помещается вот 250 помещается уже в сборе в эту коробку вот основное изделие на него с помощью шести граника прикручиваем модератор и он у нас собирается таким образом приклад прикладе обращаем внимание на эту дюжу она как раз и позволяет сохранять настройку 3 джоуля комплекте 2 барабанщика скреплением на например на приклад помощью резиночки можно вот эти базы закрепить на прикладе над и переносить на них запасные барабаны барабаны сразу здесь идут с пластинками вот и производитель комплектует двумя запасными пластинами для тех кто их потеряет наверно есть такая практика решили сразу до комплектовых также в комплекте идут две большие резинки для крепления вот этих баз к прикладу к резервуару запасные дюзы вот штуцер для заправки и еще дополнительные расходники уплотнителя скорее всего для каких-то механизмов спуска или клапана еще не было необходимости пользоваться поэтому а может быть они на что на штуцер может быть и резиночки как раз для резиночки этого штуцера пока не пользовался примечательны тем что для него уже выпускается очень много тюнинга вот 350 ствол при желании можно заменить на 450 или на 600 калибр можно поменять на 762 я видел даже где-то в ком-то магазине по моему 9 миллиметровые продавали стволы отдельно то есть можно кастомизировать его под свои задачи свои цели то есть кому-то нужно компактное климатическое оружие кому-то нужна винтовка полноразмерная больше похожая на современные охотничьи образцы вот этот фальш ствол с банкой при желании можно заменить на цевьё по типу r15 с полноценным модератором отдельным есть мнение что штатный модератор не полностью справляется с гашением звука у меня в принципе он устраивает что я пробовал уже стрелять вот есть мысли конечно попробовать заменить картридж внутри него на более эффективный я заказал уже другой приедет попробую вот а так винтовка полностью устраивает пристрелял точность порадовала уровень на одной угловой минуты вот сейчас там еще по скоростью поиграться и пульками вот уже там были добыты трофеи виде соседских крыс больших сразу при пристрелки оказалось что они вылезли там какому-то пакету мусорному ближайшему погибли на месте так что для тренировки для для какой-то прививание детям ответственного обращения с оружием плюс получение удовольствия детьми от стрельбы из оружия который не имеет абсолютно никакой отдачи никаких там побочных спецэффектов видео вспышек в виде там не знаю не сгоревшего пороха мусор летящего в глаза никаких таких пагубных влияний он то есть хорошая штучка чтобы научить подрастающее поколение пользоваться оружием пользоваться ответственно понимать насколько какой потенциал какая мощность скрывается в каждом выстреле на мой взгляд очень интересные изделия и компания дам эдуард молодцы что подобные изделия изобрели наладили серийное производство я так понимаю что здесь большинство комплектующих производится непосредственно в россии несмотря на тяжелые времена санкции все производство продолжается изделия эдуард поставляет судя по серийному номеру продал наверно уже больше 10000 изделий то есть этот 11382 там вот есть 11500 я уже видел серийный номер вот у меня товарищ на года полтора-два назад покупал лешего у него номер 77 то есть 77 леший он уже ждал около года по предоплате но он прикупил 77 собрал из него 762 стволом внешним модератором там такая интересная топка получилась вот за этот период времени уже тираж насколько увеличился в общем кому интересно можете приехать посмотреть живую вот посмотреть как работает функционирует а я пока займусь пристрелкой и буду пробовать двести пятидесятый и триста пятьдесятые сравнение очень сложно определиться какой оставить себе вот потому что один покупает своей компактностью второй покупает оптимальной длиной ствола 350 который отлично разгоняет пульку до нужной скорости чтобы получить оптимальный расход воздуха скорость кучность точности количество выстрелов с одной затравки я думаю позже после определенного опыта эксплуатации тоже снимем какое-то какое-то видео с выводами по этой винтовке все всем спасибо за внимание до свидания